шикарная рыбка белый амур очень интересный он прогонистый такой толстенький такое сопротивление оказывает даже вот маленькая небольшая рыбка оказывает довольно приличное сопротивление ловить ее интересно друзья мои всем привет сегодня я снова решил посетить перелив не был здесь я довольно давно последний раз не знаю даже кого это судака на ловил или белого амура но решила что рыбами сегодня не нужно и захотелось мне половить какую-нибудь экзотическую для нашей местности рыбу в частности белого амура ну и очень интересно было как здесь на самом деле обстоят дела гоняют здесь не гоняют льется что здесь клюет то что ловит какую рыбу ну и вам об этом всем рассказать информация такая интересная когда она происходит из чьих то скажем так непонятно чьих рук это одно когда сам лично убедился в этом то это совершенно другое вот ну и давайте вот как у людей здесь люди короче ловят и на федора и на донке и короче на малька на поплавочную лодочку но какого-то вот такого великолепного результата я ни у кого не видел ну да есть карпята такие пауковушки есть судачки там грамм по 300 такие маленькие совсем вот я бы таких точно не брал есть окунь такой может 150 200 грамм самый больше но чего-то тут великолепного людей ни у кого я не видел ни у кого я по крайней мере проходил вот я сам сегодня ловился с четырех часов утра до 8 часов утра ловил я на поплавочную удочку 5 метровую болонскую вот катушку меня при обе арктика леска 018 крючок 10 номер 3 грамма цель моей рыбалки сегодня был белый амур я в принципе половил вот как и хотел может быть клевалом не так замечательно как хотелось бы в принципе неплохо ребята посмотрите какой красавец у меня попался шикарный но такой грамм 400 наверно амурчик классный люблю их ловить походные условия у нас сегодня рыбалки благопреприятие несмотря на то что холодная погода нет никакого дождя небо ясно то есть я сюда приехал в четыре часа светило яркое солнце вот сейчас 8 немножечко убежали облака поднялся ветер такой наверно 3-4 метра в секунду но мне он в спину на переливе я ловлю вниз перелива вот и совершенно мне не мешает и так и не такой уж сильный пронизывающий ветер то есть не холодно хорошо удобно и комфортно здесь находиться насадку я сегодня использовал только водоросли из под ног другой никакой насадки для белого амура я здесь не использую он конечно клюет и на тесто и на манту и на белый хлеб и на перловку и на какие-то может быть другие растительные насадки кукуруза иногда попадается вот но нет лучше поверьте мне нет лучше для него насадки чем водоросли прямо вот из под ног здесь на переливе у этой насадки есть ряд неоспоримых преимуществ во первых он ее тут есть каждый день да то есть траву он кушает постоянно во вторых ее не надо готовить то есть перловку надо варить манку надо варить и даже хлеб его просто надо привезти с собой понимаете а это ничего не нужно с этой насадкой делать она здесь есть сама по себе выросла пожалуйста приходи собирать и используй лови рыбы ну и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...